Изменится ли подход к организации летнего областа? Да, нами принято решение, правительство Натурской области, что будет создано государственное бюджетное учреждение, которое для начала возьмет под контроль, под управление несколько учреждений, в том числе и круглогодичного пребывания, и летнего пребывания, по-старому говоря, пионерлагеря, по-новому это лагеря оздоровления и отдыха наших ребятишек. Также планируем, что это будет комплексная работа, у нас есть уже на территории очень хорошие успешные проекты, они частные, это лагерь компьютерия, также у нас есть Канако, очень хороший лагерь, ну и, соответственно, не исключаю и частного государственного партнерства в этой сфере для развития детского оздоровления и отдыха в каликулярное время. Также мы сегодня обратили внимание, что необходимо улучшить систему с трудоустройством ребятишек на каникулярный период, тех, кто хочет поработать, потому что сегодня, когда мы в том числе и говорим о борьбе с коррупцией, то надо с детских лет закладывать трудолюбие и понимание, как правильно зарабатывать деньги, честно, официально, чтобы наши дети могли, так сказать, четко отличать, что такое заработанные деньги, а что такое коррупция. Вот я думаю, в этом направлении опыт уже нас, нашего поколения, старшего поколения, когда мы все учились в школе, дальше в институтах, у нас была возможность работать в каликулярное время. Кто-то работал на почте, кто-то работал на производство, кто-то подрабатывал дворником, по-разному было, кто-то грузчиком работал, но это были первые честно заработанные деньги, поэтому я считаю, что вот этот опыт, он сегодня поможет подрастающему поколению и специальность получить, и, соответственно, уже строиться, иметь представление о реальной экономике, как можно и как нужно правильно трудиться, иметь специальность и зарабатывать деньги.